Так, ну что, друзья, значит, ведем активную подготовку к выставке Экспо. Наш стенд будет представлен 5-7 октября. Значит, предлагаю всем посетить наш стенд. Обязательно приезжайте. Вчера приглашал друзей, кого знаю, раскидывал своим контактом. Так, ну что, Максим, значит, прошу тебя сейчас рассказать о главных новостях. Я знаю, что в радиусе 10 метров от тебя находится макет транспортно-логистической системы города с башнями проекта «Ветер». Какая у него готовность, когда мы его будем отправлять, как долго он сюда будет идти. И, в свою очередь, я подготовлю здесь инфраструктуру для того, чтобы его встретили, для того, чтобы он был надежно сохранен к этой самой выставке. И мы его могли достойно представить большому количеству людей. Друзья, еще раз всех приветствую. Первого числа мы готовы макет уже отгрузить с Новосибирска. До этого времени мы сейчас уточняем стоимости нескольких логистических компаний, чтобы выяснить на данный момент, какой наиболее выгодный способ для отправки этого самого макета. У нас макет получился приблизительно одну тонну веса, и это 10 ящиков. Достаточно объемный макет, поэтому нужно подойти к этому очень серьезно. И макет этот очень важный, очень детализированный. По срокам доставки в Дубай, это с дня отправки может быть до 15 дней. Поэтому, если мы отправляем макет 1 числа, то 15 сентября, в 100% случаев, этот макет мы уже получаем в Дубай. 15 августа. А, августа, да, я наперед. Ну что, я думаю, что это надежный запас по времени, поэтому этот вопрос беспокойства мне не обзывает. И смотри, кроме транспортно-логистической системы города, мы будем ли отправлять еще отдельно башни наше здание? Вот мы, кстати, этот вопрос не обсуждали. Отправлять в Дубай? Да. Ну, если у нас есть, позволяет место, то, конечно, мы можем отправить. Угу. И у нас сейчас, кстати, две готовых башни есть, правильно? Одну башню, полностью набор, стойка, два макета, это бурж-калифи, наша башня, камера. Сегодня я отправил набережные Челны, у нас уже полностью готово там место в торговом центре Мега. А, то есть тот готовый макет, который сейчас есть, и мы его одним отправляем. Ну да. Ну хорошо, у нас времени достаточно, при необходимости мы тогда можем еще подготовить макет и так же выслать. Что есть, Лер. Вот, что у нас там еще. А, расскажи, пожалуйста, что у тебя за последние две недели произошло, где был, что сделал, и какой план на ближайшие две недели. Ну, буквально так, за минутку-полторы постараюсь наложиться. Да, хорошо. Ну, это было раньше две недели, но так как этого джинга еще не было, говорю, был установлен прототип о Владивостоке. Также была проделана работа по установке стойки, примеры всего необходимого для прототипа, и он был перенесен в связи с неподходящим местом локации. И сейчас ждем согласования инженера отеля, в котором находится данный прототип для подключения, для СПО подключения. И мы получим качественную прототипку в лучшем рабочем. Вот. Также был переустановлен прототип в матче. Да. Перспективы там подключения интернета на обновленном месте есть, да? Да, есть. А примерно в какой срок? На этой, до конца этой недели сообщат, сообщит инженер возможность проведения электричества до необходимого места. Понял. По Москве, по, также у нас макет в Москве находится, и там прототип, да, рабочий прототип. Я понял, что ты также его перенес в новое место. Там, когда ожидается подключение? Там подключение ожидается завтра. Хорошая новость. Да, завтра ожидается подключение, все готово, прототип установлен как нужно, камера, все установлено. Также установлен макет в Краснодаре, в торговом центре Мега. Отправлена туда камера, стойка. Сегодня отправлено, уже упакованное, я сразу после трансляции еду в СДЭК. Вот, и мы получим тоже новые трансляции в скором времени. Также отправлены вот на макеты набережные челны, как я сказал. Изготовлено три прототипа. Ну и ведется работа по запуску колл-центра Видни. У нас есть уже ребята, которые проходят сейчас обучение. Провожу его я совместно с Юлианной и вместе с приводчиком на Хинги. Ну все, хорошо, Максим, тогда давай перейди, пожалуйста, к интервью нашей команды. Игорь, Макаров, расскажи, пожалуйста, какой результат за последние две недели. Я знаю, что ты сейчас уже больше как руководитель тоже части команды макетной мастерской. Расскажи о результатах и какие планы на следующие две недели. Здравствуйте. Кто не знает, меня зовут Игорь. Ну и в последнее время, как сказал Максим, я занимаюсь, помимо основной работы, управлением и координацией звена макетной мастерской номер один. Так, это на первом этаже. И мы занимаемся макетом город. Мы сейчас на фазе упаковки второго макета, который едет в Дубай. Практически на финише. Завтра, я думаю, мы уже заканчиваем консервацию водящиков, и он может уезжать. Так, ну и параллельно у нас идут работы по изготовлению третьего макета. Задействованы, по-моему, семь человек сейчас в подчинении. Обучаю, провожу какие-то работы, контролирую процесс. Какие сроки на него, не могу пока сказать. Сейчас в сеть в сфере около, ну не знаю, десять. Ну, по твоей части, ближайшие две недели ты планируешь заниматься разработкой третьего макета городов? Да, конечно, даже в ближайшие месяцы. Все, принял, Игорь. Благодарю. Георгий, расскажи, пожалуйста, ты о своих выполненных задачах и планах на ближайшее время. Здравствуйте, меня зовут Гоша, и я занимаюсь в основном покраской. Значит, на данный момент у меня закончено футбольное поле и ворота на третий макет. Также закончил я пять парковок на первом уровне третьего макета, который будет строиться. Также у меня сейчас идет сборка стеллажей гидропоники. Так вот в моменте получается обучать, ну, это сложно. Потом, значит, сборка домов. Я собрал восемь домов. Сейчас я работаю над сборкой станций. Можно сделать три станции на второй уровень. Собрать, покрасить. Планы какие? Ну, на следующей неделе я планирую закончить сборку и покраску станций. Также у нас в планах есть начать работу над сборкой и покраской дирижаблей. Дирижабли – это такой некий новый проект, о котором вы, возможно, скоро узнаете. У меня все. Я немножко дополню, Георгия. Ну, это не новый некий проект, а это дополнение к проекту «Город». Это тоже, на самом деле, интересная такая вещь, как мы можем охлаждать все эти конструкции, используя минимальное количество как материалов, так и электрической энергии. И это тоже экологичный способ. Ну, это не будет нашим каким-то глобальным проектом. Это просто в качестве дополнения. Это у меня все. Да, Максим, передаю слово тебе. Кристина Куракова, ты у нас работаешь удаленно на дому в колл-центре. Расскажи, пожалуйста, о твоих выполненных задачах и планах на ближайшие две недели. Приветствую всех участников конференции. Кто не знает, мое или Кристина. Я являюсь, как Максим уже сказал, сотрудником поддержки колл-центра. И хотела бы с вами поделиться своими планами и задачами в проекте «Ветер» и «Город лес». На данный момент я сейчас изучаю программу «Витрикс», а также я изучаю платежные системы криптовалют, соответственно, для того, чтобы улучшить наш сервис для инвесторов. Также я занимаюсь оказанием поддержки в «Телеграм» и «Ватсап», а именно я помогаю в различных вопросах, в транзакциях в том числе, и с личными кабинетами, соответственно, наших проектов. Ну, это все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. Желаю всем хорошего дня. Благодарю, Кристина. Александр, ты у нас архитектор, который работаешь уже, наверное, месяц примерно с нами. Расскажи, что тобой было проделано за последние две недели и какой план на будущее? На данный момент мы уже заканчиваем бумажный макет нашего здания для демонстрации в отдаленные точки нашей планеты. Мы его практически уже завершаем. Там осталось только сделать вид здания и отправляем на печать. После печати мы его собираем и уже согласовываем на дальнейшее усмотрение. Для Дениса, как скажем так, чтобы он одобрил. Я сейчас занимаюсь на данный момент упаковочной коробкой, что мы это будем все упаковывать. И в ближайшую, наверное, неделю буду заниматься. После планирую заниматься по плану дополненной реальностью для взаимодействия с нашим макетом. Сейчас ищу сотрудников, компаний различные, веду переговоры с ними. Кто возьмется за наш проект, кому он очень понравится, чтобы люди были тоже заинтересованы в нас. В ближайшие две недели у меня этим дополнено. Александр, я знаю точно, что за последние две недели ты делал не только бумажные здания, но я понимаю, что это твой первый зуб. Скажи немножко, что было проделано? Ну, для ЧПУ делал различные чертежи. Делал макеты третьего, первого уровня нашего здания, получается, модельки моделировал. Также из последнего сделал дидержабль для Миши, чтобы он отправил на печать. Ну, и там много еще, что было также по мелочи. Отлично, отлично. Благодарю, Александр. Валерия, знаю, ты тоже работаешь в фонд-центре, сейчас находишься удаленно. Расскажи о своих проделанных задачах и планах на ближайшие две недели. Всем привет. Меня зовут Валерия, кто еще не знает. Также работаю в фонд-центре, сейчас попал в удаленности на данный момент. Вообще сейчас я обрабатываю новую регистрацию, то есть связываюсь с людьми, которые у нас только зарегистрировались на сайте. Ну, я отвечаю на вопросы по проекту, консультирую, помогаю русским пользователям, то есть я с ними созваниваюсь и также консультирую, обучаюсь и повышаю свой уровень знаний, работы. Но в планах, в планах все так же продолжать осуществлять поддержку людям, да, и увеличивать скорость, также обучаться. Пока все. Отлично, отлично, благодарю. Юлиана, теперь ты как руководитель колл-центра, расскажи, пожалуйста, о своих задачах и планах. Привет всем. Основной задачей у меня сейчас стоит подготовка и обучение новых сотрудников колл-центра, формирование команды колл-центра, да, именно максимально заинтересованных людей в проекте, которые будут работать именно от души. Также ежедневно проводится контроль и анализ качества нашей работы. Была поставлена передо мной задача подготовить максимально подробные материалы для того, чтобы нашим сотрудникам было комфортно и удобно работать. Ну и, конечно, планируем повышать уровень оказания поддержки наших инвесторов и участников. Отлично, Юлиана, благодарю. У вас проделывает очень большая работа. Никита Петров, друзья, ребята у нас втроем участвуют в зуме, не у всех на сегодняшний день мобильные гаджеты позволяют установить зум и выступить в хорошем качестве, поэтому у нас вот ребята втроем из одного профиля расскажут, кто, чем занимаются и какие планы на ближайшие две недели. Давай, Никита, начнем с тебя. Всех приветствую. Какая работа была проведена за прошедшие рабочие две недели. Собрано два прототипа и одна башня. Обработана и склеена около 3180 деталей. Собраны ящики, упакована Бурж-Халифа и башня отправлены сегодня. Переделка двух роторов. Внесены изменения, потребовали переделки. Вот сейчас в данный момент собираем башню, которая позади нас стоит. Выполнена где-то на 65% сборка. Я в данный момент занимаюсь пайкой, прокладкой, светодиодной лентой, прототипом. Ну вот, собственно, все. А план? Никита, план не расслышал. Планы не расслышал. Продолжим сборку сзади стоящей башни, это соберем и начнем новую сборку башни. Ну, сборка макетов. Понял. Андрей? Всем привет. За прошедшие две недели было сделано 8 роторов и прототипов. Из них три комплекта изменили. Изменили угол, поворотов, лопасти для увеличения КПТ. Также про башню рассказали, что она в процессе сборки. Но в ближайшие две недели планы такие, что собирать эту башню, собрать еще башню. Также роторы есть детали. И детали для прототипа. Все это обработать, подготовить и собрать. Собрать очки и отправить. Очень большой объем. Да, супер. Ну, вы молодцы. Я знаю, все втроем молодцы. Вы большой объем работы проделываете. Вот. Константин, расскажи ты. Я знаю, у тебя работа немножко отличается от работы Никиты и Андрея. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, участники Zoom-конференции. В настоящее время собрано шесть генераторов. Шесть статоров – это неподвижные детали генератора. Шесть комплектов обмотки статоров. Три ротора. И ожидаем детали для продолжения сборки генераторов. Спасибо. А в ближайшие две недели какой план примерно по количеству генераторов? Ну, при поступлении деталей продолжим собирать генераторы. Ну, возможно, собрать около шести генераторов при поступлении деталей. Да, сборка генераторов – это очень трудоемкий процесс, потому что это 24 катучки, которые нужно намотать по 200 витков, если я не ошибаюсь. Все это спаять, подключить, отцентрировать, выставить, чтобы все очень хорошо работало. У Константина очень хорошие результаты. Благодарю, ребята. Так, Виктория, архитектор. Расскажи, ты тоже у нас сейчас удаленный, я тебя вовсе не вижу. Расскажи, какие у тебя были задачи сделаны за последнее время, какой план? Так, всем здравствуйте. За последние недели сделана разработка внешнего вида бумажного прототипа, о котором сказал Александр. Буквально сегодня закончила благоустройство территории, которая прилегает вокруг этих зданий. И с сегодняшнего дня мы начали разработку башни Каян в Дубае, которая будет стоять рядом с нашим зданием. И этим мы будем заниматься в ближайшее время, в ближайшие две недели минимум, наверное. Вот, в принципе, это все. Все отлично. Когда я тебя в офисе увижу? На следующей неделе, получается, скорее всего. Отлично, договорились. Руслан, теперь ты как главный у нас по архитектуре. Расскажи, какая работа была выполнена тобой, командой, и какие планы по архитектуре на следующие две недели. Всем привет. Ну, во-первых, это различная операционная деятельность. Можно потише услышать? Операционная деятельность взаимодействия с ЧПУ, с 3D-печатью, заказ недостающих деталей, внесение правок от команды для оптимизации трудового процесса. Вот. Звук есть? Да, да. Для оптимизации трудового процесса. Также постановка задач по архитектуре. Сейчас у нас расширяется штат архитекторов, уже их четыре. Не совсем корректно назвать бумажный прототип. Это некий будет натурный эксперимент, чтобы мы будем отсылать его по почте в любую точку мира, чтобы с ним можно было взаимодействовать. Там будет подробная инструкция, может быть, с детьми провести какой-то эксперимент на наличие как бы работоспособности данной идеи, даже на таком простом материале, как бумага, и он как бы достоверную информацию даст. Вот. Затем отправлены все файлы по третьему макету. Он уже, помимо того, что второй отправлен в Дубай, у нас еще готовится третий. Хотелось бы попасть на выставку технопром. Надеюсь, нам это удастся. Все файлы отправлены. Большинство деталей вырезано уже, наверное, процентов 85. Также сейчас ведется работа по ролику проекта «Город лес». Кто-то моделирует детально каждый уровень, чтобы показать его функционал. Я занимаюсь сценарием, также помогая по модели. Есть тот, кто у нас все это разрабатывает. Вот Александр. Также по задачам у нас еще появилось... Мы выходили на натурные, как сказать, исследования вообще масштаба нашего здания, представляли, и потом у нас уже родилось планировочное решение с конкретными планировками, с площадями. Мы можем уже показывать, как же там будет. И в конечном итоге, я думаю, на ближайший месяц задача поднять вот эту планировку в 3D, чтобы, может, была возможность как-то сделать визуализацию или походить как-то внутри, снять видео как-то вообще, чтобы люди понимали, что они там не смотрят в ротор постоянно или не испытывают какой-то дискомфорт. Можно, наоборот, показать преимущества, видовые различные точки, что там будет и приватность, и комфорт, и прочее. Также планируется участвовать в различных конкурсах архитектурных для реализации проекта. Отлично. Я понимаю, что очень много работы на самом деле проделывается командой архитекторов за компьютерами, и об этом, наверное, бесконечно можно говорить. Кристина Королева, расскажи, как у тебя обстоят дела? Привет. На данный момент сделано изменение полностью на четвертом уровне. На третьем также, на третий уровень приклеены детали. Планируется сделать также доклеивать детали на третьем уровне, на всех четырех шестиугольниках. На четвертом уровне сделать деревья, их поставить и приклеить их у людей. Вот такая работа. Да, Кристина, благодарю. Наташа, тоже колл-центр. Расскажи, какие у тебя задачи и какой по-моему. Здравствуйте. Меня зовут Валя. Я являюсь сотрудником колл-центра. Я связываюсь с людьми, даю им всю информацию о проекте, оказываю все новости. Но сейчас, на данный момент, у меня первоначальная задача это чаты, английский и русский. То есть, в английский чат у нас будут только одни иностранцы, русский чатоговорящий. Это называется для того, чтобы было понятно и удобно общаться с рестором, чтобы не было путаницей в языках. Также каждый день общаюсь с большим количеством людей, консультирую их, помогаю в различных вопросах. Так сказать, являюсь их наставником, потому что они обращаются каждый день, даже по элементарным вопросам, как мои дела. И это действительно очень приятно, потому что они доверяют, верят нам, мы являемся их друзьями и очень приносим большую пользу для них. Ну, а, собственно, проект наш растет с каждым днем, становится все сильнее, команда наша работает слаженно, делается очень большая работа. Это и сборка прототипов, и отправка, и уже третий макет, город идет. Так что все сильнее, все лучше. Спасибо за внимание. Благодарю, Благодарю, Наташа, за позитив. Давайте, друзья, все позитивней. Евгений, я знаю, ты у нас совсем недавно, даже еще нету двух недель, но ты очень активный сотрудник макетной мастерской. Расскажи, пожалуйста, что ты успел сделать, с чем ознакомиться, и какой приблизительно план на будущее? Всем здравствуйте. Как сказали уже, зовут меня Евгений. Ну, и была проделана следующая работа всего за полторы недели. Изготовление и подгонка, подготовка различных элементов макета для дальнейшей работы с ними, то есть снятие фаски, облоя и так далее и тому подобное. Склейка макетов зданий для визуализации окружающей среды рядом с основным строением. Также была поручена мне проектировка и изготовление коробов нестандартных больших размеров для транспортировки длинных LED-панелей. Ну, и также выполнены различные мелкие задания, задачи и поручения. Отлично, отлично. Благодарю. Так, теперь Евгений Денисов. Я знаю, ты тоже, ты чуть раньше пришел, но тоже очень активный. Расскажи о своих задачах. Вот, на чем я становился. Занимался покраской шестиугольников, уже принялся за сборку первого этажа нового макета, номер три, если я правильно помню. Также на протяжении этого времени помогал со сборкой ящиков для транспортировки второго макета, упаковкой этих ящиков. Ну, и, в принципе, такими плюс-минус мелкими и не очень поручениями. Благодарю. Да, благодарю, Женя. Медведев Михаил, твоя очередь. Я знаю, ты тоже необычные задачи очень часто выполняешь у нас в макетной мастерской. Расскажи, пожалуйста, что было сделано, какие изменения были, возможно, внедрены и какой план на будущее. Всем привет, меня зовут Михаил. Я сотрудник макетной мастерской. В данный момент мы практически закончили упаковку макета, которая поедет на Экспо-2021 в Дубай. Также с Евгением мы занимались изготовлением силиконовых форм для дальнейшей отливки. В них пластика для первого этажа, для первого уровня макета. Вот. В данный момент мы сейчас работаем над сборкой макета, который должен направиться на технопром. Мы на это очень все надеемся и, надеюсь, так и у нас все получится. Печатаем элементы среды, собираем дома, красим. 3D-печать идет у нас. Более 1600 деревьев нам предстоит напечатать. Как сказал Гоша, дирижабль у нас появится на макете. Даже, наверное, три дирижабля. И балки. Аэрозонд. Аэрозонд. Окей. И печатаем балки перекрытий для макета. Порядка 800 штук будет напечатано. Ну и усиленно подготавливаемся к выставке. Вот часть макета вы можете наблюдать за мной, который поедет на технопром. Да, благодарю. Максим, пожалуйста, давайте постараемся в минутку укладываться. А то мы так будем очень долго зум вести. Ну все. Коротенько. Коротенько, хорошо? Юра, расскажи, что у тебя. Юра у нас руководитель в второй макетной мастерской. Здравствуйте, друзья. Ну я вкратце расскажу. В принципе, ребята уже немного рассказали, что у нас сделано. За прошедшие две недели мы собрали два прототипа. Собрали обновленный макет башни. Теперь она у нас 2,7 высотой, а была почти 2,5. Сейчас идет сборка второй такой башни и подготавливаются детали к третьей. Ну а план на ближайшие две недели это собрать две башни. Ну думаю, один прототип успеем собрать и ждем детали ЧПУ для сборки башни Бурдж. Ну все. Ну и решение задач по их поступлению. Благодарю. Ну так, окей. Сергей Сидоров, тебе слово. У тебя точно не макетная мастерская, я знаю. Да, всем привет. Основной моей задачей является UX прототипирование, проектирование нового личного кабинета. Вот эта работа завершена на 90%. И некоторые экраны уже переданы на отрисовку NOI UI, то есть именно финальная часть дизайна, что ли. Вот. Также часть уже функционала передана в разработку именно программистам. Вот. Часть это, то есть это авторизация. Такие, что ли, первые экраны, да, с которыми взаимодействует и будет взаимодействовать пользователь. Вот. Ну а планы на дальнейшие две недели продолжать эту работу. Вот. И закончить план именно отрисовку уже финальную, наверное, на конец месяца. Вот. Как-то так. Ну, я имею в виду конец месяца, наверное, все-таки финальную, это будет август. Вот. Как-то так. Но вместе с этим также делается и работа по программированию, это сделается. Именно сама, ну, часть программная. То есть не только дизайн мы в этом случае ждем. Ну, в общем-то, у меня все. Благодарю. Анна Соколова, расскажи немножко о своей работе. Я знаю, что ты расскажешь о некоторых земельных участках. Да, всем добрый день, Максим. Сейчас я действительно в проекте занимаюсь подбором земельных участков для реализации нашего проекта. И у меня есть пять контактов, от которых я получила предложение. На мой взгляд, самые интересные. Я сейчас вам продемонстрирую и немножко расскажу. Первый участок, который сейчас Максим показал, это Таиланд, провинция Краби. Здесь место наиболее перспективное, потому что оно безопасно и комфортно. Защищено от цунами, скажем так. Размер этого участка 52 тысячи метров квадратных, стоимость около 4 миллионов долларов. Я буду цифры округлять, приблизительно говорить, ну, вот, чтобы в целом было понятно. Давай следующий участок. Да, этот участок находится на острове Кипр, Мазатас, недалеко от Ларнаки. В Ларнаке стоит очень много ветряных мельниц, и это место было бы интересно для нашего проекта. Размер этого участка 38 тысяч метров квадратных, стоимость 9 миллионов примерно долларов. Да, это вот тот же Мазатас. И следующий участок в Мексике находится в штате Халиско, недалеко от Гвадлахары. Размер этого участка 30 метров квадратных. По нему еще будет дополнительная информация позже, но вот пока то, что есть. 30 тысяч квадратных метров, извиняюсь. И по стоимости он 3 миллиона 300 тысяч долларов. Да, нет, это четвертый участок. Вот, собственно говоря, сегодня у нас будет специальный гость конференции. Этот участок находится во Вьетнаме, в Халонгбэй, и размер его 3 гектара. Этот участок, чем интересен, что он находится на территории, которая является одним из семи чудес цвета. И у нас приглашена также крупнейшая корпорация StingFa Group и переводчик с вьетнамского, которая будет нам сегодня помогать общаться с этой корпорацией, ее представителями. Также я занимаюсь отправкой макетов, помогаю Максиму и планирую в ближайшие 2 недели этим же заниматься. Ну, и хотим отправить прототипы во Вьетнам и Нигерию. Ну, и буду продолжать также подбор земельных участков. Наиболее интересные будем вам также демонстрировать, познакомить вас. У меня все. Максим, Аня, может быть, тогда сейчас перейдем к нашим гостям из Вьетнама для того, чтобы узнать о их предложении, потому что у нас уже время на 40 минут. Есть, собственно, мы познакомились сейчас, пообщались со всей командой. Единственное, что остался Дионисий, но он рядом с тобой, я уверен, что у него задач предостаточно. Поэтому я передаю слово вам. Анна, вы здесь? Алло, здравствуйте. Да, я тут, связь немножко пропала. Отлично, да. Это представители Вьетнамской стороны. Я видела, что они мне писали. Я буду переводить. И потом уже человек, который должен с вами разговаривать, будет вступить в разговор. Привет, Денис. Я буду представителем Вьетнама, и сейчас я представлю человека, который хочет предложить вам пару предложений. Его зовут Фан Пэнь Туан. Да, я очень рад. Привет, Ван и привет, чу Тан. Да, чу Тан. Чу Тан, да. Вау, Ди Ницид, я рад вас видеть, и очень рад вас видеть, и я очень рад вас видеть, и с вами. Приветствую, Денис, приветствую команду и всех людей на этой планете, которые сейчас присутствуют на нашем Zoom. Меня зовут Памбан Тхань и я проживал в Германии 34 года, но на данный момент я нахожусь в Ханой из-за того, что я сейчас развиваю некоторые технологии. Меня зовут Памбан Тхань и некоторые товарищи из Российской Федерации представили мне о проекте ветер, который производит электричество с помощью ветра. Мне очень понравился проект, поэтому я тоже стал отнимен из инвесторов. Памбан Тхань и я хочу помочь Денису развивать проект во Вьетнаме, а также во всем мире. Я также отправила Луану, а также вам некоторые документации, которые там будут описаны подробно, что нужно сделать чтобы развивать проект во Вьетнаме. Памбан Тхань и я очень высоко ценю интеллекта. Памбан Тхань и я очень высоко цену работа, а также ответственность перед всем человечеством чтобы развить эту технологию, которая позволяет нам экономить электричество с помощью ветра. Памбан Тхань и я очень высоко ценю ваш проект, поэтому я хочу помочь вам реализовать проект во Вьетнаме, чтобы мы могли масштабировать во Вьетнаме, а также внедрить эту технологию в жилищные комплексы. Памбан Тхань и я очень рад, что у нас есть такой комплексы для Вьетнама. Памбан Тхань и я очень рад. Памбан Тхань и я очень рад. Памбан Тхань и я очень рад. Но думаю, что это достаточно, чтобы я мог тоже составить свою документацию, как бы расписать план по реализации этого проекта в Вьетнаме. Например, я нашел соответствующий кусок земли, это три гектара, который находится прямо на берегу моря в Холонге, который соответствует всем параметрам, которые дал Денис. Чтобы построить это, чтобы построить. Và chúng tôi sẵn sàng có một tập đoàn, hiện nay đang thiết kế một cái thành phố, gọi là thành phố ngôi sao. Техпố này thì sẽ thiết bị cái, chúng tôi có thể gọi là, đây là cái trạm phát điện thông minh. Trạm phát điện thông minh, giao thông minh, thành phố thông minh sẽ được lắp đặt tại Thái Bình. Đang có một cái thành phố, đang bắt đầu khởi, đang thiết kế và mong muốn được thiết kế cái kỹ thuật gió của Ngài Đa Nít vào trong cái thành phố đó. Также мне есть одна компания, организация, который сейчас развивает один комплекс, называется комплекс звезда. И они подозревают, что это будет умный комплекс, который будет использовать электричество, чтобы было не затратно. А также они готовы рассмотреть вашу технологию ветра, чтобы установить их в их жилищный комплекс. Đây là tập đoàn kinh tế, nó là Hương. Это называется Hương. Субтитры создавал DimaTorzok Он находится в здании Конгресса Это очень важное место, которое имеет и значение в политике И там все собираются, все иностранные гости, когда приезжают именно во Вьетнам Если поставить туда ваш прототип, то люди сразу увидят, что они никогда не видели ничего подобного в своей жизни Это очень стратегическое место, потому что там очень много крупных людей проходит мимо И они смогут увидеть и они поймут, что эта технология будет очень выгодна для Вьетнама И сегодня я только получил информацию от Лондон, что надо поставить этот прототип на крыша здания И мы попросили, чтобы Министерство образования позволило нам поставить этот прототип на крыше этого министерства Я думаю, что нет никакого здания лучше, чем если это не будет, то именно Министерство образования Потому что все изобретения, которые приходят в Вьетнам, они все должны пройти через это министерство Поэтому я считаю, что это самое выгодное место, чтобы положить этот прототип Потому что все равно всем придется пройти через это место Я прошу Дениса, чтобы вы разрешили нам поставить прототип на крыша здания Это министерство науки и технологии, чтобы ученые, а также министры могли приходить и измерить все данные И чтобы они внесли их к себе в записи И мы не рассматриваем то, чтобы поставить прототип где-то в торговом центре Мы хотим поставить сразу же в Министерство науки и технологии Потому что, чтобы сами министры эти уже могли увидеть эту технологию И они уже распустили эту информацию об этой технологии всей Вьетнаму О том, о своей ответственности перед тем как развитие технологии в Вьетнаме Эт данной технологии Вьетнам Вьетнам И они смогут оценить по достоинству этого технологии И они разнесут эту информацию по всем каналам И когда мы получим все результаты, мы приглашаем Денис в Вьетнам Чтобы была пресс-конференция, а также разговор с министерством О том, что Вьетнам это самое подходящее место Чтобы развивать эту технологию И это будет очень эффективно Поэтому мы представим технологии Дениса Самые высокопоставленные люди в Вьетнаме А потом уже организация А не наоборот Когда мы поставим прототип Люди будут записывать все результаты И это будет доказательством того, что министерство науки и технологии одобрило это И уже сами компании будут обращаться Чтобы купить лицензию данной технологии И уже построить его И из этих данных, которые у нас сохранилось Мы его будем распространять И это позволит краудфаундингу лучше привлекать инвестиции И это позволит нам сделать В этом случае В этом случае В этом случае И это позволит нам В этом случае В результате опознают эту технологию, тогда все люди поверят в него и пойдут инвестировать. Можно? Да. Смотрите, выражаю всю благодарность за столь любезную предоставленную возможность доставить наш прототип для того, чтобы с ним могли ознакомиться все желающие на территории Вьетнама. Поэтому я дам поручение в ближайшее время организовать доставку такого прототипа и при необходимости обязательно с интересом готов прибыть на территорию Вьетнама для дачи более подробной информации, как бы это могло выглядеть. Также мы бы могли насмотреть потенциальные участки для застройки, сделать на них visualизацию, сделать съемку с дроны, сделать на них visualизацию для того, чтобы можно было показывать людям о том, что мы здесь планируем сделать. строить на территории Вьетнам. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! И у него есть пару вопросов. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!